Сегодня самый волнующий день для абитуриентов во всех вузах проводится тестовое испытание. Напомним, до 15 августа включительно вступительные экзамены будут проходить открыто, прозрачно. А самое главное, что в этом году за этим процессом родители абитуриентов могут наблюдать в режиме реального времени. На телеканале УЗДИДЖИТАЛ ТВ, на сайте тест2018.уз, а в регионах на местных телеканалах. Ну а ответы можно будет узнать на официальном сайте Государственного тестового центра. Уже на следующий день после сдачи экзаменов. Наши корреспонденты сегодня с самого раннего утра работают на месте события. Передаю слово моим коллегам. Как известно, в этом году тестовые испытания проходят в две смены. И вот буквально несколько минут назад началась вторая смена. И сейчас мы находимся в комплексе УЗКУРГАЗМА САВДО. Здесь в павильоне будут сдавать вступительные экзамены в различные вузы республики. Порядка полутора тысяч абитуриентов. Ну, хотелось бы еще раз напомнить, что новшеств в этом году много. Как мы уже сообщали, на этот раз экзамены пройдут с 1 по 15 августа. Также, если раньше нужно было ответить абитуриенту на 36 вопросов, то сегодня эта цифра 30 вопросов. И, соответственно, сократилось время. На три направления дается 90 минут. Также каждый абитуриент при входе в павильон прошел идентификацию личности. Это сделано для прозрачности и точности. И также для того, чтобы тесты проходили в штатном режиме. Здесь ведется видеонаблюдение, которое затем передается на экраны, которые установлены на улице. И родители также могут наблюдать за своими детьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все это время, чтобы тесты проверить, которые не будут рассчитываться. Уже по-различески, которые будут проверить, что тесты проверить, чтобы тесты проверить, что тесты проверить. А также эксперимент... Мы желаем удачи всем абитуриентам, чтобы они сосредоточились и правильно ответили на все вопросы. Будем информировать вас, дорогие телезрители, о ходе вступительных экзаменов отсюда, с экспоцентра, уже в следующих выпусках новостей. Коллеги. Спасибо огромное за информацию. Напоминаю, с нами на связи были наши корреспонденты Дельфуза Мадаминова и Азиз Катаев.